Сегодня мы говорим об Ольге Розановой. Вот её портрет вы видите, перед вами он. Это её автопортрет, где-то в районе 2015-2016 года. Это вообще художница уникальная абсолютно, потому что степень её таланта вообще огромна. Может быть, она самая талантливая из всех русских женщин, которые работали в «Авангарде». Я думаю, что она и есть самая талантливая, даже не может быть, а точно. Но она очень недолгую жизнь прожила, потому что уже она родилась в 1986 году, а в 2018 году она умерла, заразившись болезнью, какой-то там дифтеритом, кажется, и скончалась очень просто скоропостижно. Для всех это был удар ужасный, её современники, потому что очень ценили, любили. Значит, она прожила всего 32 года. В общем-то, для этого возраста она сделала очень много, потому что её работы осталось колоссальное количество. Когда она скончалась, её мастерская была полна живописи, графики, в огромном количестве всё там это хранилось. И так случилось, что, в общем, всё это бесхозное оказалось. Устроили посмертную выставку, на выставке было много чего показано, но далеко не всё. И всё остальное лежало где-то в государственных хранениях Петербурга, потом переехала в Москву. Кое-что разослали по провинции, по-русской. Какие-то вещи в музеи попали. И, тем не менее, куча рисунков, особенно ранних, академических, когда она училась, они просто пропали, потому что их списывали. Вот я просто читал документы в архивах в той же Третьяковской галерее и в других местах. Просто собиралась комиссия из довольно маститых искусствоведов и музейных работников. И они рассматривали работы Розанова и писали. Художественные ценности не имеет списать. И куда-то это всё, вот куда это списывалось, мы так и не знаем. Но, скорее всего, уничтожалось. Такие были годы, когда, в общем, вещи эти не ценили. Сейчас они стоят огромное количество денег, а тогда это всё было абсолютно мусор какой-то для людей. Так что очень много работы Розановой пропало. Тем не менее, были находки очень интересные, потому что где-то лет, наверное, 10-12 назад последняя находка была в Владимире, был обнаружен архив, ну, не очень большой, но всё-таки довольно приличный, куда брата Розановой, вернее, не самого брата, он к этому моменту уже умер, каких-то его родственников, потомков. И вот этот архив, он состоял из эскизов, рисунков, даже была живопись там, немного её, правда, было, но, тем не менее, он был очень ценен, и вот он попал сначала в одно частное собрание, потом в другое, потом он уехал, его увезли в Германию, потом он вернулся в Россию. В общем, сейчас он на территории Украины. Вот такая вот судьба. У одного коллекционера, который живёт на Украине. Он украинский гражданин. Вот, но, тем не менее, вот такая была находка. И иногда всё-таки розановские вещи где-то встречаются в частных собраниях. Подделывают её, кстати говоря, очень мало, в отличие от других художников русского авангарда. Не знаю, почему. Не пойму. Вроде бы, можно было бы её поймать. У неё нет, да, потому что, наверное, потому что у неё нет рыночной цены такой особой. На рынке, на аукционах она чрезвычайно редко встречается. Вот такое предисловие к судьбе этой прекрасной женщины, этой умницы, талантливейшей художницы. В общем-то, даже гениальной, на мой взгляд. Она происходила из такой бедной дворянской семьи. Родилась она во Владимирской области в деревне, вернее, не деревне, а такой городок Меленки. Небольшой город во Владимирской губернии. И, естественно, её талант уже с детства, видимо, проявлялся, поскольку она сразу же, уже там ей было где-то 12-13 лет, она уже занималась искусством, потом поступила в училище Большакова в Москве. Было такое училище, которое, в общем, ничем не знаменито. И, в общем, видимо, там просто особо ничему не учили, такому ценному. Ну, какие-то азы она получила там. А потом она попала к Иоанну. Константин Иоанн, известный московский живописец, ну, вы, наверное, все знаете его работы, у него было училище до революции, и Розанова там вот в числе множества, много авангардистов там учились. Она там училась до 10-го года. А в 10-м году она уже стала, она уже была сложившимся художником. Ну, вот это ее автопортрет, более позднее, видите, она себя здесь как бы уже показывает как художника. Вот ее отец. Он был исправником, то есть, ну, такой полицейской должности. Вот он, отец с двумя своими братьями. Такая забавная фотография. Это вот такая типичная меленковская, скажем, не знаю, культурная среда. Такие люди купеческого типа, хотя они купцами не были. Ой, что это вдруг? Вот сестры. Значит, внизу сидит сама Розанова. Она, надо сказать, была не очень внешне, не очень красивой, но очень какая-то очаровательная была, как пишут современники. Справа мама и две сестры. Над ней возвышаются старших. Вот ее фотография времен, наверное, учения у Большакова, я думаю. А может быть, еще гимназии. Это ее сестра Анна, старшая ее сестра, с которой у них были очень тесные дружеские отношения, переписка и вообще такие это были. Две сестры-конфиденты, как говорили раньше. Ну, то есть, проверяли друг друга все свои сердечные тайны. Вот ее брат Анатолий, и его портрет 10-го года. Вот, кстати, вот это вот, то, что было найдено в архиве, о чем я говорил вам, последняя находка. Вот здесь такой портрет, ну, просто такой портрет, сделанный по фотографии, скорее всего, может быть, даже именно по этой. Хотя одежда тут другая. Вот ее ранний автопортрет. 1906-1907 год, это вот как раз время, когда она поступила в училище у ЮОНа. Она еще пыталась поступить в Строгановское училище, но не прошла туда, не сдала экзамены, и вот попала к ЮОНу. Давайте вот посмотрим ее ранние вещи. Это, значит, вот эти меленкие фотографии того времени, или чуть раньше, чуть позже, они тут разного времени. Вот это такой, действительно, провинциальный городочек. А вот ее зарисовки середины десятых годов, меленковские, видимо, то, что вот она видела рядом со своим домом. Вот, опять же, та же церковь, которую мы видели на фотографии, вот она здесь, в розовеновском изображении. Видите, пока ничего, так сказать, не говорит ни об авангарде, ни о чем другом. Потом начинаются такие типичные зарисовки, тоже середины, начало, середины девятисотых годов, в которых ощущается очень сильное влияние стиля модерна. Вот такой типичный модерновый. Все они так рисовали. Малевич также рисовал вот такие же дела зарисовки. Клюн. Вот эти провинциальные художники, они очень были подвержены поначалу стилю модерна. Вот, опять же, такие какие-то странные сцены, любовные свидания какой-то на лодке. Тут женская фигура, просто срисованные откуда-то из какой-то модернистской, вернее, стиля модерна какой-то там фотографии или иллюстрации журнальной, может быть. Вот ее альбом, кстати, тоже найденный был в этой, в последнем, в последней находке во Владимире. Вот там было довольно много вот таких сцен, маски на балу. Это все символизм, замешанный на модерне. Вот опять какие-то дамские фигурочки. Ну, такое все забавное, довольно примитивное и еще, в общем-то, не очень умелое портретные зарисовки. Вот это уже, значит, она, скорее всего, это школа Большакова, еще до Иона. Видите, это обнаженные модели. Довольно странная тут мужская обнаженная фигура со скрипкой. Вообще, я не знаю, кому это в голову пришло, в голову мужчине давать скрипку в руки. Это не очень понятно, но, тем не менее, это было. И вот такие ее ранние первые живописные опыты. Снегири, зима, вот это вот тоже, это не живопись, это пастель, но тоже времен Иона уже, скорее всего. Вот у Иона она делала вот такие вот живописные вещи. Они сохранились, кстати. Это вот такая ранняя тоже монахиня, вот еще женская фигура. Они сохранились в русском музее. Туда они попали, видимо, из наследия. И вот уже девятый, десятый год портрет, женский портрет, где уже что-то проявляется, так сказать, свое у Розановой. Ну, в цвете, во всяком случае. Вот какие-то поиски цветовых решений видим на одежде, в шляпе. Это, скорее всего, время, когда она попадает уже после училища Иона в школу Званцевой. В школу Званцевой это была очень интересная такая школа. Да, как раз где-то в десятом году, в конце десятого года Розанова переезжает из Москвы в Петербург, потому что Петербург ее привлекал, ну, может быть, более изысканной какой-то атмосферой. Вообще, у нее там были больше связей дружеских, она уехала туда и сразу же попала в среду авангардистов союза молодежи. И в то же время она попала в среду школы Званцевой. Значит, школа Званцевой это было такое, скажем, место, где молодые авангардисты будущие варились, они там учились. Там преподавали разные художники, там преподавал Дубужинский, и главным преподавателем был Бакст. Бакст там себя проявлял не как художник-символист или представитель, скажем, модерна, а он был таким вольнодумцем внутри школы Званцевой. Он им всем говорил рисуйте, как хотите. Вот он принципиально их не учил академического ничего, а наоборот, он их учил, своих учеников учил в свободе. И это был главный, так сказать, принцип Бакста. Но он преподавал там, к сожалению, недолго, потому что он потом уехал в Париж. Она его, Розанова его застала только начало его преподавания. А в 2010 году уже где-то в конце года он уже уехал в Париж. И вместо него воцарился Петров Водкин. Но Петров Водкин на Розанову никакого, так сказать, влияния не оказал абсолютно. И она вскоре эту школу покинула. Она уже чувствовала себя самостоятельной художницей. И, как я сказал, она стала вращаться в среде союза молодежи. А союз молодежи в это время это были такие изысканные петербургские авангардисты. Финансировался этот союз Львом Жевержеевым. Это был коллекционер и купец. Ну, очень просвещенный человек, который собирал картины, книги и любил молодых авангардистов. он их пестовывал, он давал им деньги. Он дал деньги на союз молодежи. Очень забавные сохранились воспоминания о Жевержееве, одного художника, который пришел уже там, когда союз молодежи закрылся. Но Жевержеев тогда еще оставался коллекционером, это было до революции. Этот художник пришел к Жевержееву и увидел у него в доме полки, стеллажи книжные, там блестели вот эти все шикарные корешки каких-то журналов, изданий древолюционных, богатых. И он взял в руки одну из каких-то книг, которые там у него стояли под рукой, художник, и увидел с удивлением, что книга не разрезана. Тогда книги ведь издавались так, что они были не разрезаны. Многие издания, вот эти страницы резались ножом специальным, читатель разрезал каждую страницу, это был особый процесс. И вдруг он увидел неразрезанный какой-то альбом, так он удивился и спросил живи-живи Левки, как его зовут, Левки имя, забыл отчество, Владимирыч, кажется, как же так, неразрезанная книга, а на что живи-живи сказал, а вы знаете, батенька, о чтении книги портятся. И в общем, вот это был типичный коллекционер. Не собирать, собирать не чтобы читать, а чтобы иметь. Вот у меня есть, все это есть у меня, а читать это уж когда-нибудь, там может быть, когда-нибудь будет время на это. Но это я отвлекся немножко, вот чтобы, так сказать, понять, кто в Союзе молодежи был таким главным финансовым источником, а при этом там еще были Матюшин, Михаил, Владимир, Михаил, я сегодня все отчества забываю, не важно, Михаил Владюшин, Матюшин и Ольга, то есть и Елена Гуро, такая пара очень важная для русского авангарда, они тоже в этой Союзе молодежи присутствовали, и в общем Розанова как-то очень влилась активно в жизнь этого общества, она стала, во-первых, она участвовала на всех ранних выставках абсолютно, потом она стала посещать все собрания, вела там какие-то записи, даже на себя взяла функции секретаря на одно время, и в общем она стала таким полноценным членом этого общества, там она познакомилась кстати и с московскими авангардистами, которые приезжали, в том числе с Малевичем, например, с Татлином, они тоже участвовали в выставках Союза молодежи, хотя известная вот такая вот ревность между Москвой и Петербургом, между Союзом молодежи и Побновым валетом московским, она, конечно, всегда присутствовала, но пока Розанова была вот, так сказать, на стороне Союза молодежи и Петербургской культуры вообще, вот, и она, ее, конечно, язык художественный меняется, вот одна из таких переходных картин портрет девочки, а вот ее автопортрет, первый автопортрет, который написан в 11-12 годах, и он был на выставках Союза молодежи, вот видите, тут такой как бы поиск народного языка, вот все эти декоративные элементы, эти цветы, это какая-то дань народному искусству, и вообще само лицо, написанное очень просто, да, с помощью такого коричневого вот этого силуэта, никаких особых, так сказать, тонкостей цветовых тут мы не находим, все очень просто, пятна цветовые, никакого изыска нету, вот эти большие буквы О-Р, подпись ее, она часто подписывала свои картины, и очень часто по-разному совершенно, без всяких, так сказать, с большой фантазией, вернее, эта вот вещь фигурировала на выставке Союза молодежи, вот еще одна вещь, ресторанчик, тоже Союзмолодежная вещь, которая, вот мы видим, это явное совершенно увлечение фавизмом, тут вот ощущаются следы французского фавизма, Матисс, Гоген присутствуют, да, ну, в таком опосредованном виде, как это всегда было у русских авангардистов, вот еще одна вещь, сцена в кафе 12-го года, она, очевидно, совершенно тоже была на этой самой выставке, на выставках Союза молодежи, и эта вещь еще тут присутствует уже иные какие-то черты, характерные для творчества Розного этого времени, мы видим, явное присутствие элементов примитивизма, вот фигуры такие упрощенные, большие руки, какие-то очень условные лица, движения искаженные, ирония, я бы даже сказал, даже не ирония, а может какая-то насмешка над этими персонажами, да, вот посмотрите, как эта женщина схватила стакран в руку, да, это какая-то совершенно, какая-то, не знаю, кто это, но это какая-то дама, может, легкого поведения, возможно, вполне, потому что такие сюжеты как раз становятся очень модными, удивительно, но сходство вот этого сюжета, этой вещи с вещами, например, Судейкина или Сапунова, если вы их представляете себе, художников, не имевших, как бы, прямого отношения к авангарду, а представителей символизма и модерна, но тем не менее, вот они тут сошлись именно в этом таком нарочитом использовании мотивов нехудожественных как бы в своих картинах, показать вот эту жизнь ресторана, жизнь вот этих людей, частых посетителей тамошних, пьяниц и проститутка, скажем, скорее всего, да, насмешка, а в то же время очень все написано красиво, легко, есть такое любование живописью при этом, да, вот такое расхождение с одной стороны низменный сюжет, с другой стороны красивая живопись, это вот очень характерная черта этого времени, к красивости вообще она все время ее тянет, хотя она пытается может быть от этого избавиться, но вот ее ранние натюрморты говорят об этом, вот они перед вами, она писала очень много натюрмортов в это время, как и Гончарова в эти же годы, это, видимо, была такая эпоха, в этом отражалась, вот написать натюрморт, нечто отвлеченное, абсолютно не социальное, да, вспомним, в те времена еще было много картин, которые были написаны на социальные темы, это были такие пережитки передвижничества еще, а Розенов абсолютно от этого уходит, ничего социального, никакой современности вот здесь вы не увидите, потому что цветок, кувшин, это что-то отвлеченное от сегодняшней жизни, это как бы чистое искусство, с одной стороны, а с другой стороны, это поиски нового стиля, вот именно в живописи, живопись тут совершенно новая, прямым цветом, такие пятна цвета, ни в коем случае ничего реалистического, очень условно все, вот скамейка, на которой стоит этот самый кувшин, у нее должно было быть все-таки видно две ножки, мы их не видим, а для Розенова это не важно, как стоит эта скамейка, она не скамейку рисует, а свое впечатление о скамейке, да, свое впечатление, а оно для нее главное в цвете, а не в реальном сюжете, вот еще один более, так сказать, богатый, но тоже очень свободный, с широкой кистью написанный натюрморт, вот тут уже розановский характер живописи, тут он больше уже проявляется, уже она себя, так сказать, находит в более очевидном виде, а это уже такой, такой, тот же кувшин, может быть, у нее вообще, так сказать, в мастерской это мы прослеживаем по ее натюрмортам, у нее в мастерской этих объектов было, для рисования объектов было не так много, но как она умела преображать эти кувшины, вот она из одного кувшина делает самые совершенно разные какие-то предметы, это очень динамичная вещь, необыкновенно, и в этом смысле она очень характерна для русского авангарда, вот сегодня она пишет спокойную какую-то композицию, а через несколько дней она напишет динамичную футуристическую композицию, а еще через несколько дней опять какую-то совершенно иную, это вот ее, так сказать, внутренняя жизнь, да, заходите, пожалуйста, какая-то внутренняя жизнь, она очень в этих вещах отражается, потому что, ну, мало ли как его, это у художника настроение, это естественно, выразить свое настроение в картине, это совершенно нормальная вещь, вот у Розанова это очень часто, вот еще одна забавная картина, тут она как бы статичная, наиболее спокойная, да, вот видите, вот тут набор предметов из такой, какой-то обожженной глины, и вот мы видим эти же предметы в натюрморте чуть более позднем, 15-го года, вот они здесь присутствуют, вот они, в общем, те же самые, но только тут они спокойно абсолютно, это натюрморт называется, натюрморт с помидорами 12-го года, а это натюрморт с цветами, ну, розовые цветы он еще называется, тут совершенно иная картина, тут динамика, вот еще одна, прекрасная совершенно вещь, это большая довольно размером картина из Астраханской картины галереи, необыкновенно красивая, просто завораживающе красивая, и здесь как бы дань творчеству Матисса, вот в этих подушках, которые мы видим, да, скорее всего, это подушки, такие восточные мотивы появляются, которые мы можем найти у Матисса, буквально в это же время, там, в 11-м, 12-м годах в собрании, в коллекции Щукина были такие работы похожие Матисса, а Розанова, конечно, в этой коллекции бывало, она видела Щукинское собрание, это, так сказать, никаких сомнений в этом нет, хотя она ничего об этом конкретно не написала, а вот совершенно иная вещь из Саратова, натюрморт 12-13-го года, вы знаете, вот все эти датировки там 12-й, 13-й, 15-й, они достаточно условны, вообще-то, честно говоря, потому что вот сегодня считается так, завтра мы найдем какой-нибудь рисунок розановый, может, какую-то деталь, которая нам откроет, что эти вещи написаны, может быть, чуть позже, поэтому все эти даты условны, вот к ним так не надо относиться, как к датам условным, вот еще один натюрморт очень динамичный из голубая ваза, а вот эта же ваза, видите, одна и та же ваза, вот она здесь и вот она здесь, но как по-разному она ее воспринимает, а эта вещь вообще динамичная, необыкновенная, здесь, видимо, изображено зеркало все-таки, потому что цветок как бы в зеркале отражается, и тут какая-то, в общем, композиция в этом смысле очень интересная, она по-футуристически действительно как-то закручена, вот, ну, в общем, это вот ряд вещей, которые выставлялись, которые Розного выставляла на Союзе молодежи, этих выставок было несколько, как я сказал, и на всех, во всех она участвовала, вот в эти годы, когда она жила в Петербурге, это там, начиная с 10-го года, она знакомится с Давидом Бурляком, вообще она знакомится со всеми авангардистами, но с Давидом Бурляком у нее завязываются какие-то очень такие интересные отношения, я хочу просто вам прочитать несколько выдержек из ее письма, которые написаны в декабре 12-го года, письмо отправлено, это она пишет своей сестре Ольге, которая называла Лелькой, вот, ну, так, 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 часто так было, тут о портрете речь идет, которую я покажу чуть позже, но начну с этого портрета. Портрет твой среди художников произвел фурор, школьник все повторяет, школьник это один из художников Союза молодежи, не школьник, а фамилия школьник, школьник все повторяет, красивая барышня ваша сестра, спандиков это еще один художник из Союза молодежи, влезал на лестницу, а портрет висит высоко, чтобы посмотреть на твои лучистые глаза, сегодня было у меня интереснейшее знакомство с Давидом Бурляком, я теперь в него влюблена, мы жали друг другу руки, ему очень нравятся мои картины, и он говорит, что открыл во мне звезду, особенно ему понравился твой портрет и дама в пейзажах, Бурлюк читает лекции по искусству и очень хочет сделать снимки с моих картин, чтобы показывать их перед публикой на экране, читает он лекции по разным городам, хотя немножко, да, молодец, у него такая, у него какая грудь красивая, хотя немножко он нахал, завтра его лекции в Питере, он мне дал на нее контрамарки, о, Давид, такой прямой вообще крик души, дальше, если бы ты знала, какое веселье нагоняют эти критики, а Бурлюк смеется и говорит, меня тоже ругают, и мне это очень приятно, что наши имена рядом стоят, то есть их ругали одновременно, дальше, ах, увы, Давид скоро уедет, между прочим, получив сегодня от Союза молодежи номер нашего журнала, он спросил у меня, а вашего адреса тут нет, как это тебе нравится, и что это должно означать, дальше тут я пропускаю, и пишет в конце, так, до свидания, моя кошечка, как выражается Давид Бурлюк, увы, я тоже богата, только одной любовью, пишет она своей сестре, вот такое чудное совершенно письмо, которое очень как-то вот раскрывает отношения с этим Давидом Бурлюком, кстати говоря, Давид Бурлюк, если вы помните, вот я как-то не сообразил, что надо было, конечно, вам сюда его понести, ну вот фотография Давида Бурлюка, одна из, так сказать, известных его фото, Бурлюк футурист, это у него на щеке нарисована какая-то собачка, и вот в таком виде он, значит, эпатировал публику, как раз вот это, 14-го, ну, я думаю, что это у этого времени фотографии, вот он таким ходил, он был такой франт, ходил обязательно с моноколем, у него, кстати, был один глаз всего, второй глаз был стеклянный, но тем не менее, он одним глазом видел гораздо больше, чем многие двумя, и он такой был господин, всегда появлялся в цилиндре, с какой-то тростью, очень был элегантный, и вот такой вот он, значит, и вот он ей говорил, да, до свидания, кошечка, такие были чудные совершенно отношения, она же в это же время, она пусть знакомилась с Маяковским, и вот кто-то из современников написал, что Маяковский, безусловно, уважал Гуро, Хлебникова и Ольгу Розенову, когда она отстаивала свою точку зрения, я никогда не слышала, чтобы Маяковский спорил с ней так, как он спорил с Крученых, так что, видите, вот, уважение к ней оказывалось несомненное, в этом, как раз в эти годы, вот, там, довоенные, там, 13-й, 14-й, 12-й, 13-й, 14-й год, когда она участвует в выставках Союза молодежи, собрания, она становится еще теоретиком искусства, видимо, в ней вот этот, так сказать, пафос современного искусства был настолько силен, что, когда зашла речь о том, что нужно кому-то из членов общества написать, ну, некий манифест, скажем, или как-то выразить какую-то позицию теоретическую, не просто художественную в виде картин, а какую-то теоретическую, ей поручили это сделать все члены общества, никто и никто, а она именно была автором вот этого манифеста, он назывался «Основы нового творчества и причины его непонимания». Это, ну, это небольшой текст, несколько страниц машинописи, но он очень такой, сильный, мощный текст. Вот я вам процитирую. «Не пассивным имитатором природы должен быть художник, но активным выразителем своего к ней отношения. Из свойств мира, ему раскрытого, он воздвигнет новый мир, мир картины, и, отрекшись от повторений видимого, он неизбежно создаст иные образы, которым вынужден считаться, переходя к практическому их осуществлению на полотне». И вот еще один манифест, который просто назывался «Манифест союза молодежи», «О современной живописи» он назывался. И был он оглашен на собрании в Троицком театре, уже потом был опубликован. Потому что вообще авангардисты очень любили диспуты, собрания, и я уже много раз про это говорил, они обожали эпатировать публику, прийти на собрание в каком-нибудь экстравагантном виде, выскочить на сцену с криками какого-нибудь там, не знаю, манифеста, выгнать улюлюканьем какого-нибудь классического, скажем, не знаю, поэта или критика типа Корнея Чуковского со сцены и выкрикнуть что-нибудь свое. Вот это были любимые способы их поведения. Вот что она пишет в этом союзе, в этом современном, в манифесте союза молодежи. Вот наш девиз в беспрерывном обновлении будущего искусства. Мы широко открываем двери всем молодым, кому девиз наш дорог, чьи руки сильны, чтобы высоко держать наше знамя и оставляем за дверью всех сомневающихся, расчетливых, не знающих, куда пристать. Ну вот, в общем-то, вот это ее искусство, это время. Это, кстати, пейзаж Красный дом, пейзаж города Владимира. Этот Красный дом существует до сих пор, его недавно как бы идентифицировали вот с этой картинкой. Ох, простите, кверху ногами. Ну, да, представьте себе, это улица города Владимира. Ну, к сожалению, перевернуть я ее не могу сейчас. Вот еще одна работа Кузницы, которая тоже сделана, видимо, во Владимире, потому что по каким-то, так сказать, деталям мы видим, что это провинциальный город, маленькие домишки. Эта работа очень была отмечена публикой и критикой. Вот она, видите, удостоилась публикации в журнале «Красная» «Всемирная панорама» петербургском, да, 12-го года. Тут, значит, мы видим сверху Малевич. Плохо, конечно, очень видно, но тем не менее это Малевич. Портрет Ивана Клюна, так называемый портрет строителя, первый вариант, который до нашего времени не сохранился. Потом вот эта картина «Косарь» Малевича в середине, наверху. Эта работа сохранилась, она хранится в музее Нижнего Новгорода. Справа скульптура Матюшина тоже участвует, это очень интересная вещь, потому что Матюшин первый придумал делать скульптуры из корней деревьев. Он, значит, жил в те годы на берегу Финского залива, и вот он собирал там корни, которые выбрасывал берег моря, на берег моря выбрасывались, и он, так сказать, их использовал, составлял из них скульптуры. Их сохранилось несколько штук, и вот, кстати, на выставке до востребования два, которые будут сейчас буквально через сколько там, два месяца откроются здесь, вот в этом музее, там будет одна скульптура Матюшина из Кировского, из собрания города Вятка. Вот она там сохранилась каким-то чудом, и вот мы ее показываем. И вот это, значит, тут кузница, а слева автопортрет Ларионова, который тоже произвел страшное впечатление, потому что Ларион себя изобразил таким оскалом собачьим, ужасно некрасивым, и это было для публики очередной повод смеяться, ругаться и так далее. Вот еще одна вещь, такая же, тоже она произвела впечатление большое на публику, союз молодежи, прогулка на бульваре, она называется, из Самарского музея. Ну, такой вот явный примитивизм, откровенный, абсолютно, эпатирующий публику. Но эпатаж этот был чисто внешний, на самом деле, потому что сегодня, когда мы уже, нас этим не эпатирует, совершенно эта вещь, а она, наоборот, заставляет говорить о совершенно каких-то других вещах, которые тогда, наверное, только подразумевались, только тогда осмысливались художниками. О том, что искусство это не любование какими-то изысканными вещами, а искусство это окружающая нас жизнь. И вот, когда художник пишет такую картину, то он, прежде всего, интересуется динамикой, экспрессией какой-то, да, тем, чтобы что-то выразить, а не с тем, чтобы передать сцену на бульваре, как девочка гуляет с собачкой. Это, так сказать, абсолютно для него всего лишь повод для того, чтобы рассуждать о живописи, об ее задачах, о цвете, о пятне цветовом и так далее. Вот еще одна из редких вещей Розановой, как бы, футуристического характера, поскольку динамика тут несколько более футуристическая. Эта вещь называется «Крыша». Она была в собрании Николая Ивановича Харжева, если вы знаете, что был такой коллекционер. И когда он отправил свою всю коллекцию за границу таким довольно тайным образом, это было в 90-е годы прошлого века, вот среди его вещей была эта картина. Теперь она находится в Амстердаме, к сожалению, а не в России, как и многие другие работы из его собрания. Вот еще городские пейзажи. как раз в это время, 12-13 год, она увлечена городской, так сказать, городскими вот этими сценами. Это тоже очень символично в том смысле, что футуризм, под влиянием которого она очевидно находится, он вообще тяготел к городу, к технике, ко всему, что было, так сказать, современным сегодняшнему человеку. Вот человек в городской среде, динамика города, динамика какого-то вот этих всех крыш, каких-то фабрик, заводов, автомобилей, это было для художников-футуристов очень привлекательно. И они пытались вот это все преобразовать в своих картинах. Вот еще один, но это более спокойный пейзаж, это пейзаж Владимирский. Это тоже абсолютно очевидно, потому что Владимир находится на таких вот горках, и вот эти горки она пишет. Она часто очень возвращалась в свой город, родной, у нее там были родственники все, и она туда приезжала регулярно. Так, это что-то, извините, не то попался. Вот еще один Владимирский пейзаж, тоже написанный в это время. Ну вот, это тот портрет, о котором я читал выдержки из письма, где пишут, да, что портрет твой понравился, лучистые глаза, на лестницу залезал с пандиков, чтобы посмотреть на эти лучистые глаза. Сейчас мы к этой вещи подойдем, просто надо немножко отвлечься чуть-чуть. Да, вот тут на сцену появляется Алексей Крученых, который был, сейчас я вернусь к этому портрету, в общем-то, в жизни Алексей Крученых, известный поэт, футурист, художник, не скажу, но тоже пытался что-то такое рисовать и создавать, вернее, даже не рисовать, а создавать, человек, который в судьбе Розанова сыграл очень такую серьезную роль, потому что у них вообще-то был роман, вот увлечение, у Розанова было увлечение Бурляком, но, видимо, с Бурляком как-то не сложилось ничего, потому что он все время где-то был в отъездах бесконечных, по России ездил с лекциями, как-то, видимо, не получилось. А вот с этим получилось с Крученых. Крученых был физически такой противоположностью Бурляку, а если Бурляк был такой большой, красивый, то Крученых был маленький, такой очень вредный персонаж. Вот я его видел в жизни, как-то были, как-то, он жил на Мясницкой в квартире, он же прожил долгую дальнюю жизнь и, по-моему, он умер в каком-то 60-х, в конце 60-х годов. Прожил долгую жизнь и жил он в квартире, в общей квартире, где он занимал одну комнату, а две другие занимали не кто-нибудь Удальцова и Древен, а потом Древен был расстрелян, но Удальцова жила с семьей в этой же квартире. Крученых спал в коридоре, потому что в его комнате не было места, там был его архив, все эти ящики огромные, но он иногда что-то показывал людям, и когда к нему кто-то приходил, он долго не открывал дверь, вот как рассказывают, прежде чем пустить человека к себе в комнату, он из-за двери спрашивал, он говорил, вернее, прочтите что-нибудь из Хлебникова, если человек знал какую-нибудь строчку из Хлебникова, его пускали дальше, если не знал, то извините, все, не пускал Крученых никого, вот такой был, ну, с Розановой у них был такой бурный роман какой-то, который тянулся довольно долго, и Крученых, он был такой еще эксплуататор, он, ну, я так отрицательно о нем говорю, конечно, он был вообще потрясающий человек, в филологии продвинут необыкновенно, открыл заумную поэзию вместе с Хлебниковым, много чего он создал и сделал, но вот в ключе, так сказать, отношений с Розановой он был не очень благороден, потому что он все время ее заставлял работать на себя, притом он как бы не очень анонсировал ее участие в своей работе, а больше на себя все тянул, вот тут я процитирую еще раз, так сказать, строчки из письма, тоже она пишет, в 13-м году пишет своей сестре, недавно получил от Крученых 200 штук обложек, все их нужно раскрасить, 65 я сделала и сегодня отсылаю, а теперь страшно занято и рисую с утра до вечера, вот что значит 200 обложек, которые надо было раскрасить, речь идет о футуристических книгах, вот тут пример вот этой книги, вот кто хочет может посмотреть, правда, книга не раскрашенная, это одна из первых книг Крученых, игра в аду, эта книга напечатана типографским способом была, литографским вернее, и Розанова делала для нее обложки, ну вот вы можете просто, я к сожалению не могу стоять, я тут привязан к этой, вот туда напустите, вот, эти книги делались небольшим количеством экземпляров, там от 10 до 50, а некоторые книжки рукописные были, вернее не рукописные, а тоже на гектографе напечатан, там скажем, 200 экземпляров, 100, вот, обложку прислал этот, значит, Крученых Розанов, и она должна каждую обложку раскрасить, и обычно это все раскраска акварелью, и она же не механизм, не печатный станок, она это все раскрашивала, как бы, так сказать, по вдохновению, поэтому все обложки получались разные, и вот эти 200 обложек, они, в общем, отличаются друг от друга, во всяком случае, из сохранившихся книг, там, 10, 20 экземпляров, где ты сохранилась, они все разные, все по-разному раскрашены, так что и каждый из них это абсолютно уникальное произведение искусства, так вот, Крученых издал вот в эти годы, там, скажем, от 19-го до 14-го, когда у них вот эти были тесные отношения с Розановой, он довольно много книг издал, и вот все они, так сказать, с участием Розановой, там она раскрашивает, тут она просто делает рисунки к этим книгам, литографии, в общем, она все время была в трудах, все время работала, но еще, конечно, надо учитывать, что эти книги не приносили никаких денег, абсолютно, он ведь ничего не платил за это, хотя был расчет, что кто-то купит, но никто из народа эти книги не покупал, понимаете, тогда к этому интереса не было, они попали, ну там, к отдельным коллекционерам, это естественно, но вот чтобы, так сказать, на них что-то заработать, наверное, этого не было, и поэтому, конечно, тут Розанова работала бесплатно, и это еще один был повод ей жаловаться на Алексея Кручевых, но тем не менее, вот работала, видимо, как-то все-таки какие-то чувства она к нему испытывала. Вот, ну вот такая вот, так сказать, вариант, теперь вот об этом портрете, эта вещь вот в каком-то смысле программная для Розановой, ее датируют обычно в 2012-м годом, ну, наверное, так и есть, потому что она в 2012-м году появилась на выставке Союза молодежи, вот она тоже опубликована здесь, среди таких, так сказать, главных вещей с этой выставки, вот наверху три вещи, это все Малевич, слева Спандиков и справа это вот воспроизведение Розановского портрета. Но мне эта вещь ужасно нравится, она какая-то для меня действительно очень интересная, ее ужасно интересно рассматривать. Вот посмотрите на эти ноги в туфлях, да, казалось бы, изображена такая дама в шляпе, красивое розовое платье, туфли на каблуках, как бы парадный портрет с одной стороны, почти мадам Рокамье, ну почти, лежит в такой позе Рокамье, на такой же кушетке, как Рокамье, почти. Но с другой стороны, тут какая-то необыкновенная ирония, насмешка над всем, потому что ноги, во-первых, ну размер, наверное, 42-й или 43-й, да, такие мужские ноги, вообще-то, на самом деле, притом так очень как-то зазывно задернуто вот платье немножко, да, приоткрыто, приоткрыто нога, тоже, тоже, как бы, такая фривольность и какая-то насмешка, да, это идиотская шляпа, нагромождение вот этих форм каких-то, непонятно, что это, банты или это какие-то, не знаю, что же, что это, ленты, да, обратите внимание на цветы, они тоже имеют некий эротический какой-то, так сказать, окрас, очевидно, абсолютно, вот все это вместе создает такой как-то неожиданно совершенно образ, да, на первый взгляд такой парадный портрет, а с другой стороны абсолютно фривольная шутка такая, или даже какой-то даже может быть не шутка, а всерьез, но очень фривольно при этом, и эти страшные руки ее такие исхудалые какие-то, ну вот только что лучистые глаза, они очень, вообще лицо очень портретно, если вот тут листать очень трудно, но если вы вспомните, вот я вам показал фотографию раннюю этой самой сестры, у нее действительно такой нос, широкие ноздри, очень характерное лицо, так что вот за этим портретом много чего видно, чего на первый взгляд как-то и не заметишь, ну не зря он в общем вызывал такую, какой-то интерес у публики, вот еще один портрет этого времени, портрет матери, но тут все более сдержанно, конечно, хотя цветовая гамма очень такая вот интересная, в тринадцатом году Ольга Розанова принимает какое-то посильное участие в футуристическом театре, это время вообще очень такой насыщенный, тринадцатый год необыкновенно, в это время в театре, в театре Луна, который находился, и этого здания уже нет, в Петербурге, там были несколько, два спектакля происходили, один знаменитый, это «Победа над солнцем», с декорациями и костюмами Малевича, на музыку Матюшина, на сюжет, сделанный Хлебниковым и переработанный Алексеем Крученых, но, видимо, по просьбе Крученых она сделала вот такую афишу футуристическую, общество художников Союз молодежи приглашает на эту постановку футуистов театра, и это был вообще действительно уникальный спектакль, вернее, два спектакля, второй был не такой, может, авангардный, потому что это была пьеса Маяковского, трагедия Маяковского Владимира Маяковского, он там был единственным, Маяковский был единственным актером, а вот, что касается «Победа над солнцем», тут было много персонажей, вот если будет когда-нибудь возможность у вас посмотреть реконструкцию, ну, даже не реконструкцию, а все-таки спектакль, поставленный Стасом Намином в его театре «Победа над солнцем», это дает, в общем-то, ну, не совсем то, может быть, представление оригинальное, но все-таки дает некое представление о том, что это было. Костюмы, во всяком случае, там сделаны очень здорово. Это были такие костюмы, в которых двигались актеры внутри этих костюмов, лица и фигуры актеров было практически не видно. Вот роза, может быть, она участвовала, кстати, и в декорациях каким-то образом, но у нас никаких подтверждений этому нет. Вот хочу вам показать этот рисунок и еще вот этот, вот эти рисунки. Обратите внимание на вот горшок, да, и вообще на цветы. Эти, это характерная очень вещь, которая называлась сдвиг формы. Это был такой просто прием у футуристов, ну, то есть у кубов, у туристов, у авангардистов. Сдвиг формы это такая идея, так сказать, идущая от кубизма, когда вот форма просто берется и сдвигается вот так, да, как сдвинут здесь горшок. Это как бы один из таких основных приемов того времени в современном искусстве. Его очень часто использовали по-разному, в разных, так сказать, в живописи, в графике и по-разному использовали. Это вот пример самого простого его использования. Ну, как, скажем, перспектива у художников возрождения. Вот он настолько важен в авангарде, в раннем, как перспектива в те годы возрождения. Вот еще значит эти вот сдвиги форм. Еще один такой вот сюжет из творчества Розановой под названием «Игральные карты». Вот она сделала серию игральных карт, которые она выставила на выставке в 15-м году в художественном бюро Добычиной. Значит, их было всего 11 штук. Они до нашего времени не все сохранились, схранилась только половина. И это была серия вот этих просто персонажей из игральных карт. Вот перед вами самая знаменитая пиковая дама. Кстати говоря, последние лет 10 назад была выдвинута идеей, что возможно Розанова персонифицировала этих картежных героев и сравнила их с героями авангарда со своими коллегами. И вот это вроде бы Гончарова. Ну, может быть действительно, вполне возможно. Внешнего сходства тут особого нет, то есть нет вообще никакого. Но здесь скорее сходство может быть такое, знаете, вот по значению. Вот пиковая дама, вот эта Гончарова. Ну, она внешне вообще не похожа. Да и вообще характер Гончарова был совершенно другой. Тут какая-то злобная такая, да, злобный персонаж. Гончаров был на полном противоположностью. Но тем не менее, тем не менее, есть такая вот гипотеза, скажем. Вот Бубновая дама, ее как бы сравнивают с самой Розановой. А это все необыкновенно красивые картины, вы знаете, они довольно большие. И я вот все мечтаю о времени, когда можно будет сделать какую-нибудь выставку, где их все можно будет повесить вместе. Вот были выставки, где висели по две-три созданы. Они созданы в 15-м году, это сто лет назад. До сих пор они как-то прямо хватают за нутро. Что, еще снять хотите, пожалуйста? А? Они в разных музеях. Вот значит Пиковая дама, вот это вот в Нижнем Новгороде, Бубновая, а Пиковая дама, ну не знаю, сейчас я вам скажу. Тоже в каком-то региональном музее. Они все разбросаны по разным местам. Вот например, две вещи находятся в городе Слободское. Знаете такой город? Вот никто не знает. Это в Кировской области Слободское. В Кировской области есть маленький город Слободское. Туда эти две картины заслали в 19-м году из музейного бюро, чтобы учить будущих авангардистов рисовать авангардную работу. И вот они там пропадали не знаю сколько лет. Я там был в конце 80-х годов. Музей тогда краеведческий находился в заброшенном закрытой церкви и там они висели внутри церкви на стенах. Я когда приехал увидел это я просто обалдел. Ну как-то в церкви это все ну вообще слава богу сейчас это уже не в церкви вроде а в отдельном здании но все равно вот в Слободском два две вещи оттуда. Так значит пиковая дама и сейчас скажу в Ульяновске вот эта вещь их все разослали по разным городам провинциальным ну вот это я рассказывал уже когда вот это наследие Розанова рассылалось в 19-21 годах вот тогда они туда все отправились вот бубновая дама это значит трефовый король как бы думали что это Кульбин Кульбин один из основателей общества союз молодежи вот одновременно изображение червовой и бубнового королей ну тут уже не знаю кто это может быть бубновый валет валет червей это как бы с крученых ассоциируется что это он это в Иваново работа находится ой нет вру в Слободском как раз это в Слободском вот еще один валет трефовый тоже в Слободском вот еще один вариант был нового валета эта картина не сохранилась только известна по старой фотографии из архива Розеновой вот и тут еще с этим сюжетом с портретами вот этих значит героев ну даже не парни они вообще портреты на мой взгляд портреты картежных я не знаю как даже сказать карточных героев что ли была издана крученыхом и Розеновой так называемая заумная книга не книга заметьте а книга она была издана в количестве тираж тираж был небольшой сохранилось очень мало этих экземпляров на обложке было вырезано сердце наклеено и была пришита пуговица эта пуговица настоящая пуговица она была пришита на обложку этой книги и она была издана в 15-м году хотя дата вот 16 стоит но она в 15-м году появилась в связи вот с этой выставкой наверное где были выставлены карты Розеновой и Розенова так это одновременное изображение нескольких тузов это как бы к серии карт тут почти некоторые перепутались картинки а вот картины это 4 листа из этой заумной книги Розенова еще вот свои картины она сделала цветные это гравюра на или литография это линогравюры цветные линогравюры то есть на линолеуме сделанные вырезанные на линолеуме и покрашенные разные ну отпечатанные разным цветом красные серые синеватые их в тираже в этом они все разные вот еще несколько вещей из этой же книги так что видите как она творчески подходила ко всем своим так сказать сюжетам своей работе вот она сделала вариант живописный а сделал еще вариант графический в книге ну вот этот просто показываю вам еще несколько вещей из работы ее футуристического периода вот этого тринадцатый год вот очень малоизвестная совсем вещь натюрморт датировки даже точно никакой нет у него это ну тоже какой-то там тринадцатый четырнадцатый год вот натюрморт с фруктами вот ее футуристические вещи которые да вот тут я должен рассказать немножко о сюжете связанной с приездом Маринетти в четырнадцатом году Филиппо Томмазо Маринетти основатель футуризма итальянский идеолог футуризма даже я бы сказал он приехал в Россию он был в Петербурге и Москве читал лекции и его приезд вообще так сказать разделил русских авангардистов на две группы одна группа которая примыкала Розанова она приветствовала приезд вождя футуризма они как бы считали себя его последователями другая группа во главе с Ларионовым отрицала Маринетти как вообще кого-либо как персонажа важного для русского искусства и не просто приветствовала закидывала яйцами буквально вот этот этого бедного Маринетти и устраивал всяческие скандалы в тех местах куда он приезжал Розанова наоборот как я сказал она была его последователем себя считала уважала его и подарила ему несколько работ вернее даже не подарила а Маринетти пригласил Розанову единственно кого он позвал участвовать в выставке футуризма в Риме в 14-м году и она отправила туда несколько своих вещей вот в частности вот это человек на улице 13-го года и теперь эта вещь находится в собрании Тиссона в Мадриде эти вещи естественно в Россию не вернулись вот эта вещь диссонанс 13-го года тоже такая заметьте они все очень футуристические по своему складу в смысле очень динамичные эта вещь диссонанс отправилась тоже туда и попала в итоге в музей в Айове в Нью-Йорке в Америке штат Айова не помню как точно музей называется эта вещь порт 15-й год тут неправильно это тоже до 14-го года она попала в Иерусалимский музей в итоге и эта вещь фабрика и мост тоже до 14-го года попала в музей современного искусства в Нью-Йорке так что а с Розановой вот видите к счастью хотя бы несколько ее работ оказалось в Европе в Америке вообще в мире и там люди знакомятся вот с ее творчеством это вот из серии тоже той постройка дома из Самарского музея это все я вам показываю работы такого футуристического характера и вот эти три вещи вот эти верни две композиции в круге цветовые композиции эти просто были подарены самому Маринетти вот это эта вещь и вот эти две и они находятся в собрании Маринетти уже его дочери до сих пор они хранятся в этом собрании и когда вот мы издавали вот эту книгу вот эту вот розановой да монографию о розановой в общем одну из двух монографий я написал письмо дочери Маринетти с просьбой разрешить опубликовать эти вещи и она написала для розановой все разрешаю публикуйте это письмо у меня хранится в архиве так что вот вот мы сейчас подходим к такому интересному да вот видите вот это значит фотография приезд Маринетти вот он в середине сидит бабочка усы такие загнутые и сигара во рту справа от него справа от него это Кульбин Николай Кульбин слева вот сидит сидит слева с пробором посередине это Артур Лурье композитор а вот стрелочка показывает на вроде ну принято считать что это розанова честно говоря фотография такого качества что на сто процентов сказать что это розанова довольно трудно а слева от розановой стоит бурлюк только не Давид а Владимир их было три брата это Владимир Бурлюк вот эти персонажи идентифицированы но я думаю что тут можно на самом деле еще кого-то найти наверняка если это сказать задаться такой целью я вот даже предполагаю что тут этот самый наверное сидит между Маринетти и Лурье чуть повыше сидит наверное это Бенедикт Лившиц известный литературе вед переводчик и автор воспоминаний о футуризме под названием полутораглазый стрелец так он называл Бурлюка полутораглазый стрелец вот ну это так сказать для информации вот еще один сюжет который мне хочется тоже вам рассказать о розанове связанный с розановой время конечно мало у нас ну ладно тем не менее расскажу вот эту картину розановой под названием пожар в городе я нашел в Ельце Ельце тоже небольшой такой город который в центре в центральной России он знаменит тем что татарское иго когда оно дошло до Ельца оно там остановилось и вернулось обратно вот якобы кому-то там явилась ночью Богородица и велела убираться вон ну так рассказываю на всех случаев факт остается фактом до Ельца дошли развернулись пошли обратно дальше не двинулись вот в этом Ельце есть краеведческий музей опять же там я нашел эту картину которая висела уже в экспозиции но была неизвестного автора естественно а до этого я нашел документы где было вот на обороте эта картина видите цифра 477 там вот среди других цифр есть 477 я нашел документ вот этот вот список картин для музея в городе Ельце 1920 год и вот там есть машинописные номера если вы видите 477 номер да он 12 а он же даже дальше 477 и написано розоново пожар ну вот из чего я сделал вывод что это вот в Ельце отправили розоново пожар вот вам 477 номер а вот вам пожар в городе как бы все сошлось абсолютно и тут мы видим пожарников видите они тут идут снизу справа каски пожарные желтые значит пожарная машина вот в середине группа пожарников которые поливают из бронзбойта водой да видите все это или не видите видите вот вам пожар в городе мало того эта картина такая для розоново очень важная оказалась потому что в каталогах прижизненных ее выставок где она участвовала в трех или четырех выставках она участвует просто там написано пожар в городе мало того эта картина была написана для выставки в 15-м году выставка которую устраивал в Петербурге Иван Пуни она называлась трамвай В и вот розаново нарисовал трамвай который мы тоже видим правда там не В а 22 цифра но это неважно вот мы видим трамвай который прямо на нас едет он не сразу виден но потом вот вы видите красный треугольник такой фонарь этот трамвайный окна фонари наверху все это видно я просто считаю что эта картина была написана специально к выставке трамвай В а вот это вот так сказать для меня совершенно очевидно но это все гипотезы конечно но тем не менее вот а что вы говорите ну в общем какие-то это сюжет это сюжет для нее очень часто повторявшийся в это время вот эти вот круги понимаете сейчас я покажу они дальше и по цвету подходит вообще радуга для нее это тоже какой-то важный цветовой очень сюжет и элемент вот эта картина в общем теперь как бы она вошла уже в обойму произведения Розановой под названием пожар в городе вот просто я показываю детали как изображены дома и вот слева ее дома там в футуристической графике этого времени вот колесо это да вот оно здесь справа тоже повторяется в графике футуристической несколько раз и вот на одной из ее картин дальше мотив радуги вот он в разных ее картинах все время вылезает это как бы наблюдение а эта картина под названием она из Самары ее всегда называли пожар в городе но теперь уже установлено и Самарский музей принял от меня это так сказать изменения теперь она называется просто пожар просто город или городской пейзаж а пожар в городе теперь у нас значит в Ельце но это знаете такая работа которая как бы она рутинная вот все кто занимаются розовым вот они что-то время находят какие-то уточнения делают это естественная вещь это невеликое открытие но тем не менее у нее была серия таких городских пейзажей вот один из них тоже он находится в Нижнем Новгороде я лично например всегда считал что он утрачен и есть фотография среди в архиве розного черно-белого утраченной этой работы а вот оказалось она есть в музее Нижнего Новгорода в запаснике хранится там тоже недавно обнаружено но вот эта вещь утрачена наверное скорее всего действительно пока нигде не нашлась тоже городской пейзаж ну это фрагменты вот этой Елецкой картины просто сопоставление я ее сопоставил еще с гравюрой Розанова 16-го года где как мне кажется вот принцип композиции повторяется тут тоже так сказать отдельные фигуры в разных местах работы как бы они вот появляются да и в общем такой сумбур сумбур вот этот вот он как бы логический он здесь схож сход сходен как-то в этой картине и в этой гравюре доказательств не требуется что это Розанова но тем не менее это интересно теперь вот следующий этап ее творчество это так называемый аллогизм аллогизм был придуман Малевичем это какие ребусы как бы ребусы соединения разных несоединимых элементов в картине ну у Малевича аллогизм более явственный он даже пишет на одной из своих картин что это борьба со смыслом мои картины это борьба со смыслом поэтому он аллогист аллогистические они у Розанова не совсем они такие уж борьба со смыслом здесь как бы есть элементы борьбы со смыслом а есть элементы наоборот вполне смысловые ну вот эта вещь называется метроном как бы он метроном тут присутствует ну какая-то тут Америка Англия Франция это все еще надо прочитать это все тоже какие-то загадки но что интересно вот эти цветовые плоскости которые мы видим синие они уже говорят о будущем супрематизме хотя вещь это еще не супрематическая вот еще одна такая вещь под названием пивная из Костромского музея что интересно тут всегда в общем элементы присутствуют ну пивная тут бутылка есть тут есть какие-то элементы столика рюмка тут даже какая-то человеческая фигура в общем может быть найдена при желании и пиво там внизу написано слово или даже пивная написана так что в общем тут все очевидно буфет с посудой показываю насколько эти вещи различны да как они по-разному сделаны как у нее всегда подходы абсолютно разные вот нет единого ничего вот насколько по этим вещам видно насколько она была творческим человеком все время подходила к каким-то сюжетам совершенно по-разному и по-новому ну такая вот эта рабочая шкатулка это как бы элементы ну не знаю дамского труда не знаю портного еще чего-то их много примус явно он тут присутствует этот примус сон игрока это авторское название что это значит честно говоря пока не расшифровал но что-то обязательно должно должно означать это называется театр модерн что интересно это впечатление от владимира опять же потому что во владимире недавно был обнаружен в архивах что в это время там был театр который назывался модерн так что это не на пустом месте придумано вообще владимир в этом смысле городом оказался удивительно за последние пару лет очень благодарны по отношению к розановой там организовали фонд розановой я вот тоже там участвую и проводятся конференции посвященные творчеству розановой найдены вот какие-то места где она жила где она училась документы какие-то найдены вообще в этом смысле там очень хорошая ведется работа ну вещей нет розановой понимаете пока нет так что музея тоже нет но есть центр розановой где вот какие-то всякие мероприятия арт фест или что-то в этом роде такое где собираются современные художники из Москвы приезжают в общем там бурная жизнь буквально 25-26 будет очередной там какая-то такая вот этот арт фест собирается вот еще вещь розановой комната ну у нас уже мало времени я просто так сказать буду быстро показывать эти вещи их очень много и они все очень разные письменный стол композиция с картами вот очень важный момент в жизни розановой участие ее на выставке 010 это очередная выставка которая была устроена Пуни в 15-16 годах в Петербурге на ней участвовали 10 человек поэтому она называется 010 0 это идея Малевича которую он очень часто так сказать как-то и словесно обозначал как бы как он говорил я ушел за 0 то есть он ушел куда-то в какое-то уже такое мистическое пространство которое ничем не исчисляется никакими цифрами 0 то есть бесконечность вот черный квадрат это супрематизм и вот на этой выставке были выставлены супрематические работы Малевича это был как бы так сказать первый показ супрематизма вот фотография где значит справа Малевич в середине сидит Ксения Богуславская художница жена Ивана Пуни одна из устроительниц этой выставки и слева Ольга Розанова редкая ее документальная фотография вот газетная вырезка на которой изображены несохранившееся произведение с этой выставки 010 и в середине два рельефа Розановой которые она назвала велосипедист и автомобилист это были какие-то очень такие хитрые рельефы с использованием пространства пространственные рельефы с использованием какой-то керамики картона дерево железо это же как-то даже двигалось немножко все ну естественно до нашего времени ничего не дошло это вот зал где был выставлен черный квадрат Малевича и зал супрематизма вот такой калаш был сделан Малевич и Розанова сидят в этом зале но они конечно не сидели в этом вернее сидели в этом зале они вы видели фотографию первую а тут калаш такой был вольный сделан в то же время это я показываю просто забавная страница из вечернего времени и вот в правом в правом нижнем углу реклама выставки 010 если вам что-нибудь видно 010 видно просто насколько это было тогда не так важно люди в общем современники редко понимают значение того что происходит вокруг них особенно в культуре все это были маргинальные явления для современников а сегодня это можно сказать знамя эпохи той вот еще один сюжет из жизни розановской из розановского творчества это участие ее в проекте если говорить современным языком вербовки так называемая это был такой проект где розанова среди других художников авангардистов делала эскизы по которым украинские вышивальщицы шелком на украине в деревне вербовка и еще там была вторая деревня скобцы вот в этих деревнях они вышивали шелком по эскизам авангардистов это вот я вам показываю здесь ширма слева художницы экстер Александра но она такая вполне так сказать традиционная а вот предмет но это еще один показ это выставка 15-го года а вот предметы с выставки 17-го года это тоже вышивка шелком уже по эскизам Поповый Розановый Экстер Малевича Давыдовый и ряда еще других художников вот видите это розановские эскизы такие супрематические из них сделан такой ящичек обтянутый шелковой тканью с вот этими вот сумка расписанная по эскизу Розановой то есть не расписанная а вышитая шитье Розановой это все было яркое красивое шитье шелком вот еще одна сумочка но это конечно ничего не сохранилось до нашего времени слава богу что остались фотографии тоже которые чудом сохранились потому что эти фотографии сделал один американский фотограф который в это время был в Москве в 17-м году случайно зашел на эту выставку ему все очень понравилось он сделал там 15 фотографий и увез их с собой в Америку и они там хранились в Нью-Йоркском архиве вплоть до того времени когда одна американская исследовательница очень замечательная такая женщина Шарлотта Даглас пришла в этот архив и спросила а что-нибудь русское у вас есть да вот что-то какие-то фотографии есть и вот она открыла этот набор этих удивительных фотографий которые сделаны были в 17-м году и теперь они стали достоянием общественности вот еще сумочки по эскизам Розанова и вот еще видите такой вот какой-то ящичек коробка да по ее эскизам а вот многочисленные эскизы которые она делала для этой же вербовки мы не знаем были ли они воплощены в шелковой этой вязи или нет неизвестно но в всяком случае они сохранились до нашего времени вот видите их очень много она сделала десятки буквально их вот они все это все эскизы для разных изделий из шелка и вот мы подходим так сказать уже к завершающему этапу розановского розановской эволюции это супрематизм розановой она ну я уже много раз тоже об этом рассказывал супрематизм это так сказать детище малевича но в шестнадцатом семнадцатом годах малевич пытался под свой супрематизм собрать всех авангардистов вот под одну крышу он создал общество супремус и созвал туда некоторых художников там была попова розанова экстер удальцова меньков клюн и они делали хотели сделать такой журнал супремус он был готов к печати все было написано все писали какие-то тексты но он не был издан потому что время наступило такое что уже было не до этого не до супремуса семнадцатый год революция какой там супремус жизнь надо было сохранять но тем не менее для супремуса Ольга Рознана написала статью кубизм футуризм супрематизм вот она пишет супрематизм отказывается от пользования реальными формами для живописных циидей и целей ибо они как дырявые сосуды не держат цвет и он в них расползается и меркнет придушенный случайностью их простоты и сложности изобразительный знак природы сам давлеет на собой мы создаем качество формы и связи с качеством цвета ну немножко такая цитата темная честно говоря разобраться довольно трудно в ней но ясно что цвет это вот главный элемент этого супрематизма и Малевич хочет чтобы все работали под его эгидой но но не получается он не может подчинить себе такие творческие натуры как вот эти вот женщины особенно вот клюн еще ладно он как-то клюна придушил немножко заставил все-таки а вот этих ну никак он не мог с ними справиться вот попова в это время создает живописные архитектоники они как бы супрематические но они совершенно другие вот розанова у нее тоже совершенно иной супрематизм не подвластный Малевичу абсолютно хотя как бы элементы все супрематические вот это одна из шедевров один из шедевров ее тут видите как-то не очень эта картина еще в хорошем виде потому что это я снимал ее когда она только была вынута из запасника сейчас она вся конечно отреставрирована в прекрасном виде полет аэроплана это название музейное не розановское розаново это называло беспредметная композиция шестнадцатый год это одна что говорите ну это в музее так назвали ну знаете музейные работники у них иногда фантазия далеко не идет ну не знаю почему они решили что это вот вид может из аэроплана вид внизу земли так не знаю чем объяснить вот так назвали вот еще одна ее композиция тоже из Слободского кстати вот видите сколько в этом Слободском шедевров Кировская область это нет эти вещи теперь все ездят по разным выставкам они там редко там бывают в Слободском вот беспредметная композиция из Третьяковской галереи ой из Екатеринбурга извините это Екатеринбург вот из Третьяковки беспредметная композиция видите насколько они все динамичны все очень различны потому что все-таки супрематизм Малевича он очень статичный особенно черный квадрат да это такое абсолютно устоявшееся пространство какое-то даже не пространство а вход в какое-то иное пространство а у Розеновой главная динамика вот эти формы динамичные вот это из русского музея совершенно прекрасная вещь вот прекрасные вещи тоже из русского музея еще в каком-то совершенно ином ключе вот это супрематизм из музея Алма-Аты вот куда занесло Розанову это кстати Алма-Ату попала вещи с Третьяковской галереи она как-то это была в галерее но в тридцатые годы многие музеи центральные во всех случаев Третьяковка и русский музей подвергались чистке так называем от формализма надо было избавляться от этого баланса вот все это так сказать было признано не имеющим художественной ценности и рассылали вот в частности в Алма-Ату эту работу заслали вот еще одна из Киевского музея тоже засланная вот еще одна из Третьяковской галереи вообще совершенно иной уже подход какой-то графичный вот прекрасная вещь из Ташкента тоже и вот мы подходим к последнему этапу ее творчества это она вот не успела так сказать его завершить она только подошла к этому это называется все цветопись она это называла сама цветописью или распыленным колоритом еще она писала как раз в письмах о том что это вещи имеют характер распыленного колорита то есть она распыляла уже цвет это был совершенно иной шаг в этом понимании цвета в живописи потому что супрематизм наоборот собирал цвет в геометрических плоскостях а розанова его распыляла ну как я хотел как я уже сказал она не успела завершить только начала это движение вот несколько работ которые традиционно называют супрематизмом но они все-таки это уже цветопись это уже выход в другую какую-то сферу это вот композиция из Нижнего Тагила вот композиция из Ульяновска вот это вот уже распыление цвета видите вот этот синий треугольник он такой уже какой-то не не нестабильный вот от темного к светлому это немножко близко к живописным архитектоникам поповой где тоже геометрическая форма внутри имеет такой вот нестабильная цветовую окраску где распыляется цвет но попова этих терминов не употребляла распыление вот еще одна вещь совершенно уникальная из Нижнего Новгорода всегда в запасниках вот никогда ее нет нигде ни на выставках ее не бывает и вот две последних ее вещи я думаю это вообще самые последние это из русского музея цветопись видите тут вообще какой-то уже минимализм настоящий вот еще уникальная вещь она была на прошлой выставке до востребования цветопись вот эти две синие зеленые полосы у нее еще была зеленая полоса эта вещь хранится в ростовском музее вот еще одна полоса так называемая зеленая она была в коллекции Костаки потом попала в шведскую частную коллекцию и ее теперь никто не увидит никогда я думаю есть предположение что у Розановой был триптих потому что когда-то по документам в ростовском музее кроме вот этой зеленой полосы была еще фиолетовая и триптих возможно был трехполосный значит зеленая фиолетовая и желтая вот это вот может быть была желтая которая вернее простите вот это может быть вот это кто-то из них был может когда-то желтым и выцвел немножко возможно но это тоже так сказать гипотеза и вот ну вот это вот как бы триптих этот возможный да пурпурная полоса она была диагональная правда возможно она была посредине а с боков были вот зеленая и желтая полоса ну вот вот что-то такое может быть было похоже на это но это все уже я повторяю и вот теперь мне хочется вам показать вещи которые были созданы уже намного позднее самой смерти розанова это полниюман красная полоса 49 год через 30 лет и вот вам значит полосы розановой полоса полниюмана или вот например вещь оранжевая красная желтая марка ротко американского знаменитого американца тоже выходцы кстати из России из Белоруссии и вот его еще одна вещь это уже 60-е годы все и вот розановская вещь 17-го года да вот слева розанова а справа марк ротко между этими работами прошло с 17-го до 60-х где-то ну там не меньше 50-ти лет конечно марк ротко розановских вещей не видел но просто это так сказать вот это сопоставление говорит о том насколько иногда бывают какие-то прорывы у художников и они куда-то вдруг их фантазия их творческая куда-то уносит так далеко куда современники еще заглянуть не могли и вот только через 50 с лишним лет это стало достоянием уже художественным более широких каких-то слоев искусства ну вот на этом мы наверное закончим ну просто может быть еще пару картинок да время еще там две минуты это каталог посмертной выставки розановой а это ее тут очень красивый текст ну уже времени нет цитировать абрамов роз написал некролог розановский он опубликован вот в этой книжке если у вас будет возможность когда-нибудь прочтете вот ее одна из поздних ее фотографий а это вот совсем такая грустная фотография ее делал Родченко это фотография Родченко она лежит уже усопшая а это памятник проект памятника розановой которую предлагал сделать клюн но естественно он не был осуществлен конечно вот еще один вариант ну вот кстати говоря во Владимире сейчас скоро поставят мемориальную доску правда на доме где жила розанова он этот дом сохранился ну вот на этом мы закончим спасибо вам спасибо спасибо